В Нур-Султане многодетные мамы потребовали решить жилищный вопрос. Порядка 50 женщин направлялись в Акарду, но на полпути их остановили полицейские и окружили по периметру. Матери продолжили скандировать лозунги с требованием выдать им квартиры. На встречу с ними вышли чиновники, которые подготовили соответствующие законопроекты и госпрограммы. Он сидел и перед матерями лгал. Вот теперь он пошел на повышение. Скажите, пожалуйста, олксусол, акым-калалик, акым-дотар, калалик, а кандай-кумег-тида. Еш-кандай, еш-кандай, кургак, все, не крыгобещание. К многодетным мамам вышел экс-депутат Мажилиса Павловна. Он пообещал рассмотреть вопросы каждого, кого включили в список для оказания помощи. Женщины заявили, что ранее предлагаемые меры не работают. Льготная ипотека для социально уязвимых слоев для них недоступна. Государственное арендное жилье, по словам матерей, им не предоставляют. Многие вынуждены жить на съемных квартирах, в ремянках, на окраине города, в гаражах и пристройках. Помимо местных властей, с матерями встретились представители министерств. Они предоставили отчеты о проделанной работе для помощи многодетным семьям. Мы для многодетных матерей все сделали. И законы приняли, и нормативные. Все, все, все. То есть их вывели как первоочередное получение жилья. Мы строим. Вы сами понимаете, процесс строительства, это не быстрое. Выделяем для этого ежегодно по 50 миллиардов. Чисто только для многодетных матерей. Мы строим 6 тысяч квартир ежегодно будем им давать. С 16 июля в Казахстане стартует налоговая амнистия для физических лиц. Те, кто за 5 и менее лет задолжал государству, могут погасить основной долг и не платить штрафы и пении. По данным Минфины, а сейчас в числе должников почти полтора миллиона казахстанцев, в казну не поступил почти 21 миллиард тенге. Более шести с половиной из них пеня. Самая большая задолженность в реестре Минфина зарегистрирована на одно лицо. Это налог на землю на более чем 62 миллиона тенге. Также есть должник, не оплативший 9 миллионов за транспорт. Налог на авто в целом составляет большую часть от неоплаченных взносов, около 14,5 миллиардов по всей стране. Самые злостные неплательщики среди казахстанцев, порядка 150 тысяч человек, живут в Шимкенте, Туркестанской области. Для списания штрафов и пении не нужно специальных обращений в госорганы. Комитет госдоходов обещает мониторить лицевые счета и при уплате долга сами спишут дополнительные платежи. Тем, кто уже заплатил полную сумму, начиная с прошлого года, вернут эти деньги. В этом случае понадобится заявление в районы управления госдоходов. Воспользоваться налоговой амнистией можно до конца года. К сожалению, базы данных управления органов не только НБР, но и Министерство сельскохозяйства, Министерство юстиции оказалось неактуальной. В следствии, многие граждане в последние годы получали необоснованную сумму налогов. Надеемся, все госорганы работают. На следующий день 99,9% базы аквализированы. Надеемся, что таких фактов не будет. Валматинцы жалуются на массовое изъятие незаконной продажи чернозема в поселке Кольцаев Алматы. Очевидцы рассказывают, что в предгорье зачастили камазы, которые уезжают заполненными плодородной почвой. Предприимчивые люди зарабатывают на этом миллионы, не думая о том, что потом эта земля станет непригодной для растений и животных. А на восстановление потребуется до 5000 лет. С города 35 я заказываю. Судя по этим кадрам, бизнес по продаже чернозема в Алматы процветает. Но предприниматели забывают о том, что земля бесплодородного слоя становится потом непригодной для растений и животных. Хорошей резине не проехать. Вот такие горы нам оставят. По словам местных жителей, раньше на этом месте были сады и деревья. Сейчас осталась только голая земля. Очевидцы рассказывают, что последние несколько месяцев камазы и тракторы увозили отсюда плодородную почву и, возможно, затем продавали этот чернозем. Юристы добавляют, что, скорее всего, это земли сельхоз назначения. Поэтому снимать отсюда плодородную почву запрещено законом. В земельном кодексе 409 статья, в экологическом кодексе 219 статья, она запрещает вообще снятие плодородного слоя земли. Юрист Оскар Каймаков часто поднимается в горы на велосипеде. В поселке Кольсай он насчитал около пяти таких участков, где осталась только глина. Получится 43 миллиона 750 тысяч тенге. С одного гектара. То есть, ну, это практически ничего не делает. Один сантиметр, он образовывается, согласно Википедии, порядка 50 лет. То есть, чтобы выросло опять полметра 50 сантиметров чернозема, да, это понадобится арифметически до 5000 лет, да. Штраф за такую деятельность для физлиц чуть больше 25 тысяч тенге. Для малого и среднего бизнеса от 75 тысяч тенге. Сегодня на месте мы нашли только одного владельца участка. Он якобы не знает о происходящем. А так, чтобы прям чернозем возили, я не знаю. Я же не буду в каждый кузов заглядывать. В районном Акимате о проблеме знают. Рассказывают, что даже после жалоб провели рейд и оштрафовали одного нарушителя. Мы по-личному никого не ловили. Можно они вечером занимаются этим, можно они ночью этим занимаются. Мы вот никого из тракторов и трактористов не ловили. Представители Акимата добавили, что написали письмо в земельный комитет и управление архитектурно-строительного контроля, чтобы узнать, законно ли продажа плодородной земли. Ардак Камал, Думан Сулейменов, Информбюро Алматы. А в спецсоне, в Ак-Тубе водители были вынуждены сдавать практический экзамен на вождение на неисправной машине для инвалидов. Нарушение обнаружили в ходе мониторинга качества предоставления госуслуг. Транспорт средства не соответствуют требованиям, техническим требованиям, а также находятся в ненадлежащем состоянии. Там были кривые колеса, различные давления, где визуально мы определили, что различные давления в шинах, а также другие различные нарушения. Водители, сдающие экзамены категории УБ, за каждую попытку платили по 2600 тенге. При этом некоторым удавалось сдавать тест только с девятого раза. Даже опытные водители не могли справиться с этим авто и с треском проваливали экзамен. Теперь в автоцоне намерены пополнить автопарк. Там собираются приобрести две новые машины, одна из которых для водителей с ограниченными возможностями. Стоит заметить, что в день экзамены на автодроме сдают около 25 водителей. Пассажиры самолета компании «Ирканада» надолго запомнят свой полет. 35 человек рейса АЭС-33, летевшего из Ванкувера в Сидне, получили травмы после того, как лайнер внезапно попал в зону сильной турбулентности. Экипаж принял решение развернуть самолет и совершить экстренную посадку в Гонолулу на Гавайских островах. Там пострадавших осмотрели врачи. На борту лайнера находились 269 пассажиров и 15 членов экипажа. Как сообщили представители перевозчика, тряска началась внезапно, примерно через два часа после того, как самолет пролетел над Гавайями. В результате инцидента 35 человек получили небольшие травмы. Представители «Ирканада» сообщили, что 30 человек были доставлены в больницу. Остальным пассажирам предоставили жилье. Как ожидается, они вылетят в Сидне сегодня вечером. Продолжаем выпуск. Чемпиона мира по боксу задержали по подозрению в убийстве в Костанае. Аслан Муканов последние полтора года тренировался и жил в Колумбии. Вернулся в родной город, чтобы навестить родных. После его визита сестра нашла мертвым своего мужа и обратилась в полицию. 31-летний мужчина в ходе ссоры нанес смертельное ранение ножом 32-летнему родственнику. От полученных ран, по тексту, скончался на месте преступления. О случившем сообщила джурная часть супруга погибшего. Нами было установлено, что данный подозреваемый скрылся в сторону Заречного через речку. Задержать подозреваемого удалось по горячим следам в поле. О его местонахождении полицейским сообщил охранник крестьянского хозяйства. Сопротивление при задержании боксер не оказал. Нож был найден полицейскими по пути следования скрывавшегося. Его он в торопях потерял. По странице Аслана Муканова в Инстаграм можно сказать, что чемпион был глубоко религиозным человеком. Сейчас он уже дает показания, но вот что стало причиной ссоры, стражи порядка пока не озвучивают. Напомним, Аслан Муканов, обладатель регионального титула NBA Americas в полулёхом весе. У него шесть побед на профессиональном ринге, пять из них досрочные. Жительница Арыса, распространившая ложную информацию о бомбе, просит прощения. Она разослала сообщение, в котором рассказала о некой бомбе Луна, которую якобы будут вывозить тайком из города. Это сообщение в виде картинки отправила в группу Арыс Халаса. Сохраните спокойствие, прошу прощения за недостоверную информацию. Мотивы столь странного поступка великовозрастная пранкерша объяснять не стала. Но рассказать об этом полицейским ей всё равно придётся. В отношении распространительницы начали досудебное расследование. За неуместную шутку ей может грозить штраф, превышающий 250 тысяч тенге или общественные работы. Жители Сарани в Карагандинской области перешли на ночной образ жизни. А всё потому, что уже пять месяцев в их квартирах вода появляется лишь в 4 часа утра. Саранцы атакуют соцсети и Акимат с требованием обеспечить их влагой. Когда решат проблему, выясняла Людмила Батюшкина. Вот одна полная, одну успели набрать, а эти очень пустые ещё. Воды вообще нет. Какие нервы выдержат каждую ночь не спать в ожидании воды, жалуются жители Сарани. В этом микрорайоне в феврале произошли сразу две крупные аварии. Акимат объявил тендер на ремонтные работы, но подрядчики решили оспорить результаты и подали в суд. Работы встали. Живём, как попало, моемся ночью, если вода появляется. Стираемся ночью, в 2-3 часа ночи жена встаёт, стирается. И это длится уже почти полгода. Вся остальная Сарань тоже воду недополучает. Ежедневный дефицит – 2500 кубометров. По данным Акимата, из-за полива в частного сектора. Я с колодца поливаю, у меня тоже нет воды. А он в своём собственном доме. Куда вода девается? Если в частном секторе нет, то тогда где она есть? Ольга Шот, которая 20 лет работает в коммунальной сфере Сарани, рассказала, что ещё три года назад местные власти разработали проект реконструкции водопровода на 1 миллиард тенге. Однако выделили только половину. Часть магистральных сетей реконструировали. Это всё равно, что дырявую кофту лататься в одном месте, ветер всё равно пойдёт в другое. Поэтому нам нужна помощь от республики. И, конечно же, нам нужна помощь с областного бюджета. А помимо водопровода в Саране реконструкции требуют и скважины, и система канализации. Однако сейчас первостепенная задача – подача воды. Ну, здесь получается 50 литров воды. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро, Карагандинская область. Из-за жары медицинские службы перешли на усиленный режим работы. В Шемкенте в эти дни плюс 40, но синоптики обещают все 45. В Туркестанской области объявлено штормовое предупреждение. Количество вызовов скорой помощи увеличилось в разы. Как люди спасаются от зноя, знает Бахром Абдулаев. 62-летняя Гульсина Мухамедиева – сердечница. Жара для нее – настоящее испытание. Женщина не выходит со двора и не отходит от бассейна. 62 года все с двумя инфарктами, с двумя стендами. Как можно справиться вообще на улице? Не выхожу. Целый день только дома. Бассейн и диван. Тени прохладная вода спасает не всех. С наступлением знойных дней количество вызовов в станцию скорой помощи увеличилось. Давлением, которое хроники, начиная с сердечными сосудистыми заболеваниями, вызывает очень часто. Обострение иногда бывает. Есть еще при кишечной инфекции. Сейчас в данное время, летом, конечно, арбуты, дыни, овощи, фрукты. От жары шемкенцы прячутся где могут. Вывеска купания в фонтане запрещена. Опасность поражения электрическим током не останавливает горожан. Центральная река Шемкента, кошка рота, и вовсе переполнена отдыхающими. Жаркий день, приятно, вода прохладная. 40-45 градусов идет, правильно. Вот сюда люди приходят, посмотрите, с детьми совсем. Это еще ничего. Я могу сюда, но рядом живу, в час ночи прихожу, здесь человек 50 всегда есть. По сообщениям синоптиков, сегодня в Шемкенте 39 градусов жары. Однако, повышение температуры ожидается 19 июля до 45 градусов. Метеорологи объявили штормовое предупреждение. Бахром Акдулаев, Виталий Зайнтинов, Инфо-бюро, Шемкент. Погода испытывает на прочности жители Европы. В Турции, Италии горят леса, в Испании наводнения, а Греция отходит от смертоносного шторма. Туристические фирмы отправляют погибших на родину, их шестеро, более 30 получили ранения. А что ждет в ближайшее время казахстанцев? Все подробности у Натальи Раим. Власти Парижа объявили о чрезвычайной климатической ситуации. На юге установлен рекорд – 45 градусов по Цельсию. Но Франция не единственная, где страдают от жары. Зной пришел и в Афины. Жители и гости столицы Греции ищут прохладу у фонтанов и на пляжах. Но на севере, на полуострове Халкидики, готовят к транспортировке тела погибших туристов. Внезапный ураган обрушился в среду ночью. Шесть человек погибли, больше 30 получили ранения. Мощные порывы ветра, ливень и шторм срывали крыши зданий. Переворачивали машины и топили отели. Власти объявили режим чрезвычайной ситуации. На месте бедствия третий день работают более 100 спасателей. Ветер был такой силой, что деревья с корнем выворачивал. Весь пляж уничтожен. Это катастрофа. Тем временем в Турции уничтожено огнем свыше 350 гектаров леса. Сильнейший лесной пожар вспыхнул в провинции Мугла. С огнем вторые сутки борются 105 пожарных расчетов, 18 бульдозеров, 20 вертолетов и почти 600 сотрудников лесного хозяйства. Поднимающийся дым, по словам очевидцев, виден с расстояния нескольких десятков километров. Небо над Италией тоже затянуто дымом от лесных пожаров. Спасательная служба провинции Палермо на Сицилии опубликовала собственную видеосъемку борьбы с огнем. На ней видно, что воду приходится сбрасывать с самолетов. В противовес 40-градусной жаре в Испании проливные дожди. Здесь жертвой наводнения стал один человек. В Наваре, это пострадавший регион, из берегов вышла река Седакас. Местные жители говорят, что у них не было времени, чтобы собрать вещи. Пришлось срочно эвакуироваться. Море прямо внутри дома. Мы пытались дверь закрыть или людям помочь забраться повыше на террасу. Хорошо, полиция и спасатели сразу приехали. Снимай перед ними шляпу. Всех спасли. Синоптики тем временем предрекают аномальную и жару, и прохладу по всей Европе. А вот во Франции даже задумались о создании климатической академии. В ней будут рассказывать о причинах изменения климата. В Казахстане жаркая погода сохранится. Горячий и сухой воздух из Ирана и Ирака – причина июльского зноя. В предстоящие выходные дождь возможен только на Востоке. Наталья Раим, Информбюро. В Восточном Казахстане сегодня 230 многодетных семей получили ключи от своих домов. Недвижимость обошлась почти в 560 спонсорских миллионов. Таким образом, в регионе завершился первый этап проекта по обеспечению жильем многодетных семей. Кстати, дома они выбирали себе сами. Слезы радости и заветный сертификат на дом в руках. Теперь семья имеет крышу над головой. Свою. Это самый необходимый подарок от государства. Айнур Тохторбаева сама воспитывает четверых детей, с которыми будет жить в просторном и уютном доме. Раньше всем им приходилось ютиться во времянке с ежемесячной арендой в 30 тысяч тенге. Денег не хватало. Теперь же Айнур строит планы. Социальную помощь получаю с мая месяца. И благодарность, спасибо большое. Конечно, хозяйство хотим завести, и куры, и птицы. И попробуем. Всего Восточно-Казахстанской области в жилье нуждаются еще около тысячи многодетных семей. Пока новоселами стали 230 по всему региону. Но на подходе второй этап проекта. Многодетные семьи, живущие в городах, смогут приобрести жилье в кредит по 2% годовых на 20 лет. При этом 10-процентный взнос будет производиться за счет бюджета. Короткий период времени, думаю, что пройдет несколько месяцев. И мы снимем все проблемы, которые есть у многодетных семей в части получения домов и жилья в районных центрах. Вручая личные ключи от домов и сертификаты, Даниил Ахметов отметил самое важное. Эти дома для многодетных выбирали не чиновники, а сами семьи. Асим Караулова, Индира Какимова, Информбюро Восточно-Казахстанской области.